Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на Т95. Уж поверьте, это будет эпично. Черепаха просто на кукан насадила вражескую команду. Такого я лично еще не видел. И также, друзья, сегодня в телеграм-канале в своем я выложу бонус-код. И кто первый успеет его активировать, тот, естественно, получит золото. Если хотите, переходите. Но не расстраивайтесь, если вдруг не получится все-таки активировать первым. Потому что, сами понимаете, что это сложно. Ну, во-первых, будут еще розыгрыши золота и также бонус-коды в телеграм-канале. Во-вторых, там еще много информации в случае блокировки YouTube, а сейчас это очень вероятно. Там я тоже буду выкладывать, в общем-то, анонсы, что будет дальше. Выигрывай золото и премтанки на сайте WorldHub. Сейчас там проводится супер-ивент. Можно получить знаменитые премтанки. Для этого играй на сайте. Открывай кейсы стоимостью 59 рублей. Выигрывай премтанки из них. И также получай билеты, которые позволят тебе поучаствовать в ивенте. И, возможно, именно ты станешь победителем самых крутых призов. Также, ко всему прочему, на данном сайте, используя мой промокод, ты получишь дополнительный бонус на сайте. Который еще больше увеличит твои шансы на выигрыш золота. Кроме того, на данном сайте есть раздел бонусов, который позволит тебе получить халявные розыгрыши и, конечно же, выиграть еще больше призов. Ссылка на сайт вместе с промокодом находится в описании. Итак, друзья, я думаю, новость, о которой сегодня пойдет речь, уже многие увидели. Может быть, не все далеко, но, тем не менее, ее мы и обсудим. Речь именно идет о том, что Wargaming официально покидает Россию, Беларусь и, соответственно, передает права игры другой студии, которая находится в Петербурге. И находится, ой, называется она Lesta Studio. Ну, мы, в принципе, ее знаем, потому что она руководит кораблями. Что из этого получится, давайте обсудим, стоит ли беспокоиться по поводу этого, какие, в общем-то, могут быть тут подводные камни, и чем это в итоге обернется для игроков World of Tanks. Давайте зачитаю вам письмо, которое Wargaming официально опубликовал. Итак, Wargaming объявила о решении покинуть Россию и Беларусь. В последние недели Wargaming проводит стратегический обзор бизнеса по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять каким-либо бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны. С 31 марта компания перевела поддержку своих игр, сервисов в России и Беларуси на местное управление студии Lesta Studio, которое больше не является частью Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Скорее наоборот, мы ожидаем, что понесем существенные убытки в результате этого решения. Мы завершим оперативный переход со всей должной скоростью, сохраняя при этом полное соблюдение всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода живые продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске, Беларусь. Мы будем предоставлять как можно больше выходных пособий и поддержки нашим сотрудникам, пострадавшим от изменений. Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся поставлять качественные игры нашим игрокам. В общем, такие вот изменения, колоссальные изменения, кто бы мог подумать. Хотя я же говорил вам еще месяц назад, что ну просто так вот то, что происходит, это не может не отразиться на компании, которая является мировой компанией сейчас в данный момент и которая находится официально в другой стране, в Минске, которая, ой, в Минске, в Кипре, извиняюсь, которая, соответственно, является частью Евросоюза. То есть, ну не могло это никак, в общем-то, не отразиться на проекте World of Tanks. Что это значит? Значит ли это то, что теперь все как бы в World of Tanks закроется, все ваши аккаунты, в общем-то, будут неактивны, вы не сможете играть в World of Tanks? Конечно же, и это не значит этого. Ну, соответственно, в данном контексте, что произошло? Просто Wargaming решил вот таким способом, такими вот махинациями сказать, вот теперь мы, что не мы, в России, в Беларуси нас нету, мы теперь международная компания, мы ведем бизнес на территории других стран, соответственно. А там разбирайтесь, там в России, в Беларуси, соответственно, что хотите там делайте. Эх, Черчилль Третий, да, много на нем было побед и поражений. С этим Диккер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт Водхаб. Ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой, мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Более трехсот тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Итак, друзья, стоит ли переживать насчет всей этой ситуации? Тут у нас ответ от Панкова, Антона Панкова. Это, если что, ну, в общем-то, один из главных сотрудников World of Tanks. Я не знаю, кто он там, директор. Он именно в Минске был. Ну, есть до сих пор, вроде бы, соответственно, он написал, что все будет хорошо. Не переживайте. Все обновления, микропатчи, события, ивенты, режимы, баны, игры продолжат выходить в СНГ. Такое вот, в общем, сообщение. Стоит ли переживать? Я бы, наверное, переживал бы, если бы из Украины был бы, потому что... Вот у меня лично не совсем есть понимание, как это будет работать. То есть, если, соответственно, Desta Studio будет в России работать и в Белоруссии, то как же Украина, потому что это, ну, в общем-то, страна, которая, ну, тоже довольно-таки много играет в World of Tanks. Игроки любят World of Tanks там. Соответственно, есть еще Казахстан, там, например, там Молдава. Ну, в общем, страны бывшего СНГ, вернее, СССР. Ну, соответственно, естественно, ну, эти, в общем-то, страны тоже активно играют в World of Tanks. То есть, если, ну, произойдет именно такое, не будет такого, что, соответственно, просто вот эти страны отсекут от России, от Белоруссии. И тогда что будет с аккаунтами вот этих вот других стран? Вот тут некоторые вопросы у меня. К сожалению, я пока еще не смог найти ответ на этот вопрос. Ну, вообще, как бы, конечно, немножечко все это напряжно выглядит. Да, сейчас 99% блогеров, я уверен, будут говорить вам. Ой, ребята, не парьтесь, заживем теперь, будет все хорошо. И только игра будет сейчас расти и расти. Вот вообще изменения будут колоссальные в лучшую сторону. Ну, а лично у меня это все вызывает тревожность и некоторые ощущения того, что лучше не будет. Но, может быть, это я такой пессимист. Но мне кажется, что вот в таких изменениях, то есть, конкретно в России и Белоруссии, есть некоторые сомнения о том, как это Lesta Studio будет управлять World of Tanks. Хотя, в принципе, они, ну, делают корабли и там тоже всякие акции и так далее. Там вроде бы они качественно даже все это делают. Хотя, слышал, что игроки очень сильно в последнее время там жалуются на корабли, что там доната слишком много стало и так далее. То есть, не произойдет ли в World of Tanks то же самое, что запихнут как можно больше доната, чтобы тут у нас как можно больше заработать, так скажем. Это все, как бы, вызывает некоторые сомнения. И вообще, как бы, кажется, что World of Tanks от этого пострадает. По крайней мере, в России и Белоруссии. Я так понимаю, что другие сервера там, в других странах, они не закроются. Но есть вероятность, что, ну, просто игроки из других стран, может быть, им будет не так просто попасть к нам на российские, там, серверы на белорусские. И, соответственно, ну, многое поменяется. И что бы сейчас я бы делал? Да, в принципе, я бы не паниковал бы в любом случае. То есть, не нужно там бежать, не знаю, удадать свой аккаунт, продавать его, или там переживать насчет этого сильно. И так есть над чем переживать. У нас тут много всяких негативных новостей. Просто соберитесь. Можете играть в World of Tanks. Ну, вот насчет донатов. Это ваш выбор. Я бы сейчас бы, например, ну, какие-то большие деньги не нес бы в игру, пока не разобрался бы с тем, как это все действительно отразится. Потому что информации сейчас вот не так много, на самом деле, из официальных источников. Много информации там извне, непонятно откуда. Эту информацию я отсекаю сразу. Я ей не доверяю. Вот только официальным источникам, соответственно, я доверяю. Тем временем до меня начинает доходить информация о том, что сейчас на черном рынке настоящая распродажа аккаунтов. То есть гигантское количество аккаунтов после этой новости выставлено на продажу. Это может быть, конечно, из-за паники. Может быть, кто-то знает что-то. Ну, в общем, ситуация, конечно, не самая приятная. Кто бы вам что ни говорил, наверняка сейчас блогеры будут, конечно же, вас успокаивать. Ну, естественно, панику наводить не стоит. И, так скажем, брать ей сейчас какие-то поспешные выводы делать тоже не нужно. Но все-таки у меня лично есть некоторые вопросы, что будет с игроками. Из Украины, например, из Казахстана. В Украине, может быть, вообще запретят, я не знаю, играть там в России. Потому что это будет российская, соответственно, ну, теперь, соответственно, компания. Ну, именно, по крайней мере, сервера российские World of Tanks. Они будут в России и будет российской компанией. То есть в Украине, как вы, наверняка, знаете, даже сталкер новый, соответственно, не хотят продавать в России. Хотя вы сами знаете, насколько эта игра популярна у нас. Ну, наверняка, в итоге, как-нибудь будут продавать. Но в данном случае, все-таки, есть вопросы. Может быть, стоит написать техподдержку и разъяснение там спросить, если вдруг вы сильно боитесь. Но бежать и какие-то панические действия делать, конечно же, не стоит сейчас. Просто успокойтесь, если вдруг напрягались. Продолжайте играть и дальше, если есть желание. И просто смотрите за новостями. Подписывайтесь на канал. Если что, я, конечно, вас оповещу, если будет дополнительная информация. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Пока. Пока.